Здравствуйте, дорогие зрители, друзья нашего канала. Не так часто я выхожу в эфир с позитивными новостями, но сегодня как раз тот самый случай. С чувством огромной признательности я констатирую тот факт, что мой призыв к спонсорству вторничного видеоэссе не остался без ответа с вашей стороны. За последние дни вы вынесли средства на создание сегодняшней видеостатьи и еще некий человек, подписавшийся как спонсор, внес средства еще на 5 статей вперед. Наш контент, понятно, фашня воспринимает как сугубо экстремистский, и именно по данной причине я не могу назвать в эфире имя этого спонсора. Но если он увидит это мое обращение, я уверен, что он поймет, что я обращаюсь именно к нему. Спасибо вам, дорогой спонсор, дорогой друг нашего канала. И спасибо всем, кто ждет наших вторничных сюжетов. Теперь я окончательно, безоговорочно убежден в том, что вы даже рублем голосуете за создание программ Сотник ТВ. Берегите себя, ведь мы нужны друг другу. И да, последнее. Если на этот материал ютубчик опять влепит 18+, смотрите видео на нашем сайте или в Вимео. Всех обнял. Увидимся. Мы наблюдаем период окончательного распада гниющей тушки Советской империи, на которой копошатся агрессивные опарыши, стремящиеся урвать и освоить лакомые кусочки трупа. О парыши не могут критически мыслить, ими движет инстинкт насыщения здесь и сейчас. О будущем они тоже не думают, и тут червякам в логике не откажешь. Какое будущее может быть у дохлятины? Король опарышей – самый лучший отброс, сплачивающий вокруг себя остальную массу паразитов. Процесс освоения тушки может растянуться на десятилетия, пока она не превратится в обглоданный скелет. Тогда опарыши расползутся в разные стороны, но пока есть пища, они увлеченно пируют на вожделенном трупе. Этой метафорой можно было бы и ограничиться, успокоив себя тем, что однажды все закончится, а костяшки-покойницы распадутся. Но в реальности все гораздо хуже. Путин одержим идеей реванша. Вопрос сформулирован предельно четко. А зачем нам этот враждебный мир, если в нем не будет монструозной России, которую все боятся? Поэтому, собирая под свои знамена постсоветских орков, он готовит последний поход на Запад, дабы решительно схлестнуться в горячей битве за первенство или хотя бы за признание паритета на политическом пространстве. Путина не устраивает парадигма «Запад-Китай». Игра на третьих ролях унижает Вавана Грязного. Он создает третий полюс – агрессивный анклав, дробящий Европу и угрожающий ближайшим соседям, консолидирует самые мрачные силы с оглядкой на Китай, который, кстати, признал недавнее голосование состоявшимся. Хорошая новость только в том, что в этом фашистском мероприятии не приняла участие добрая половина населения, разочаровавшаяся уже во всем. Но даже это не утешает. Уже завтра на охотный ряд вползет самый мерзкий звероящер, какой только можно было создать. Мутант из Прилепина и Вассермана, из чрева которого вылупляется башка Сталина с трубкой в зубах. Лехторат Навального обеспечил явку протестно настроенных, и теперь можно громогласно заявлять о легитимности рожденного чудовища. Оно уже начесывает лапы от нетерпения, чтобы начать нажимать на все возможные фашистские кнопки. Все, что не приняла дурная предшественница, пролетит со свистом и азартным причмокиванием. Отменить мораторий на смертную казнь? Пожалуйста. Новый семейный кодекс? Как пожелаете. Новый гражданский кодекс? Без проблем. Ну а пока благодарный фюрер пролонгирует санкции против россиян, подписывая указ о продлении запрета на импорт продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще пяти государств. Плевать на инфляцию и перспективу дефицита. В войну и не такое терпели, и она снова на пороге. Евросоюз заявляет о серьезных нарушениях на трехдневном голосаевище. Это вражий выпад против суверенного выбора орков. Где наш обласканный паршивец Лукашенко с игривой рукой Путина в ерзающей жопе? Пусть срочно взвоет о территориальных претензиях к Польше и Литве. Белосток наш. Вильнюс — это Вильна, и он тоже наш. Сомкнуть ряды ощетиница. Кузькина мать восстала из могилы и жаждет стукнуть туфлей по ООНовской трибуне в леденящей тоске по Карибскому кризису. У нас есть чем ответить на унижение. Пепел сталинской трубки стучит в наши сердца. Заряжай вундервафлю, да взойдет последняя заря судного дня. На фоне угрозы непризнания итогов пневых дней обвалился рынок российского госдолга. Нерезиденты режут позиции, а рубль вновь падает до трехнедельного минимума 73,6 за доллар. Но что россиянам эти доллары? Они с ужасом ждут показательного полета цен. Так, цены на гречку в России достигли десятилетнего максимума, превысив 100 рублей за килограмм. Таких цен не было даже в начале пандемии, когда гречку скупали на фоне панических настроений. По данным Росстата, а это всегда критично заниженные цифры, за год картофель подорожал на 43%, капуста на 70%, морковь и подсолнечное масло на 27%, сахар на 38%, яйца на 15%, крупа на 17%, свинина на 12%. Нате вам 10 тысяч, россияне, и ни в чем себе не отказываете. Вы такие же, как и мы. Вон, Песков тоже выиграл червонец после онлайн-пенькасования и заблестел буркалами от счастья. Помимо Евросоюза, наморщившегося от вони и спускаемой богиней пеньков Эллочкой Памфиловой, свои пять копеек вставил и Госдеп. Применение российским правительством законов об иноагентах, экстремистских и нежелательных организациях существенно ограничило политический плюрализм и не позволило гражданам России воспользоваться своими гражданскими и политическими правами, заявили американцы, призвав прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Бедные, несчастные американцы, ничего-то они не понимают, совсем не разбираясь ни в талибах, ни в скрипышах, и те, и другие, нежные и самобытные, на лицо ужасные, мрачные внутри, и лучше их не трогать. Пусть скачут по горам и ползают по родным пещерам, исторгая утробные звуки в сторону гниющего забугория. Их вожди стремятся к изоляции, взывая к глубинным корням средневековья, нетронутого дьявольскими технологиями. Млея от гибельного восторга, россияне готовы броситься в зияющую бездну одичания, где в свободном полете, как в невесомости, можно творить все, что угодно, жрать друг друга, подставлять, предавать, не боясь осуждения, потому что в фашистской черной дыре нет ни морали, ни нравственности, ни репутации, и дна тоже нет. Вы удивитесь, как быстро мутирует Россия, из которой уже вылезает половозрелый ублюдистан. И вчерашняя балалайня покажется светлым пятном на фоне того, что рождается прямо сейчас. Спасибо всем, кто зазывал к пеньковому разврату, страстотерпцу Навальному, великомученице Соболь, пересмешнику Шендеровичу, психотерапевтке Шульман. Да воздвигнут вам рукотворный памятник-столбняк на колосящейся компостной куче путинизма. Ничего, что занозы теперь в заднице, просто пенек был жесткий, но мы отважно самонатянулись, не испугавшись болевых ощущений. Вперед, в прекрасный ублюдистан будущего, без страха и сомнений. Да и к чему они, когда репутации больше нет? Месись, говно, до однородной массы, нам еще надо попасть в Нео-Гулаг, дабы успеть построить светлые шейгограды, аккурат перед тем, как взмоет в небо ракета-авангард, райская предвестница судного дня. Субтитры создавал DimaTorzok